Всем привет! Сегодня вернемся опять к моему последнему приобретению, это 3D принтер Creality Ender 3. В этом видео я хотел бы рассказать о ошибках, допущенных мной в процессе обучения печати на 3D принтере. После получения принтера я долго не мог найти на YouTube канал какой-нибудь или обучающий материал по печати. Их много всяких, но толковых не было. И я начал разбираться сам, причем не читая какой-то материал, а просто сам включил и погнал печать. И это была первая моя ошибка. Позже я нашел канал Сергея Ирбиса, очень советую его ролики о 3D печати. Это просто, он интересно и очень подробно рассказывает о 3D печати. Если бы я их нашел изначально, я бы не совершил всех ошибок, которые совершал я при печати. В описании к видео я оставлю ссылку на канал Сергея Ирбиса, а также выложу там профайл, его профайл настроек программы Кура, где вы просто сможете его загрузить и потом просто менять температуру под ваш филамент и принтер будет печатать хорошо. Вторая моя ошибка это покупка ABS пластика. Я его покупал для того, чтобы напечатать детали доработки для самого принтера. Смысл в том, что ABS держит выше температуру, чем PLA, пластик или PG, но в то же время ABS очень капризный материал. Им лучше печатать на принтерах закрытого типа, но и там придется с ним повозиться. На этом принтере очень сложно печатать из этого пластика. Все же я его поборол и распечатал все необходимые мне детали. Конечно, есть маленькие косячки, но я результатом доволен. Особенно, когда я перевел столько материала в попытках подобрать нормальные настройки для печати. В итоге я взял настройки Сергея Ирбиса. Как я и говорил, выложу профиль в описании к видео. И в этом профиле достаточно поменять температуру под ваш пластик и принтер будет печатать. Не скажу, что это универсальное решение, но мне помогло. Печатал я ABS пластиком с температурой стола 110 градусов, температура сопла 235. И обдув полностью был отключен. Третья ошибка опять же в том, что прежде чем печатать, необходимо разобраться с поддержками деталей. По умолчанию у меня стояла настройка Everywhere, означает везде, что не совсем правильно. И в 90% случаев подойдет выбор поддержки Touching Build Plate только в тех местах, которые касаются платы. Например, модификация обдува сопла была распечатана в режиме построения поддержек везде. И внутри сопи принтер напечатал поддержку, которую я так и не смог выковырять. Следом распечатал уже без поддержки и все напечаталось отлично. Также необходимо понимать, за что отвечает настройка Adhesion Type. Тип Adhesion. Эта настройка отвечает за первые слои, нанесенные на стол. Изначально я все печатал в режиме Raft, что значит плод. И на принтер ложилось несколько слоев пластиковый, и уже поверх него строилась деталь. Как оказалось, не всегда потом можно оторвать модель от этой подложки. И часто можно поломать изделие при попытках оторвать его. Вообще не вижу смысла в этом режиме. Ну, разве что у вас стол либо кривой, либо такой, что от него ничего не отлепает. Легче отлепить изделие от подложки, чем от стола. Сейчас я печатаю в режиме Skirt, что значит юбка. Считаю это оптимальным вариантом для моих потребностей. Давайте посмотрим на основные доработки, которые рекомендуются для принтера. Первое, это проставки для двигателя оси Z. Предназначена, как я понял, для уменьшения вибрации двигателя. Второе, это крышка вентиляционного отверстия. Необходимо защитить ее от попадания мусора, так как со стола сюда могут попадать кусочки пластика, что чревато поломками. Третье, это направляющий крюк для филамента и направляющая проставка, чтобы пластик не цеплялся за резьбу оси Z. Четвертое, крышка блока управления. Принтер поставляется без нее, наверное специально для возможности ее распечатать на принтере. Есть еще несколько доработок для принтера, но я решил, что они несущественные и можно их упустить. И вот такой кораблик уже получился в конце, когда я закончил с деталями для доработок. Довольно неплохо, как по мне, но есть небольшие трещины. Опять же, напомню, что это пластик ABS и он очень камбризный. И в моменты, когда образуются эти трещины, слышен треск. Четвертая ошибка в том, что надо понимать, что все настройки принтера и печати находятся в файле G-Code, который вы скармливаете принтеру на печать. Так что, если вы печатали одним пластиком и у вас все было хорошо, потом заправили другой пластик, у которого другой температурный режим, и скормили модель принтеру предыдущую, не факт, что она напечатается хорошо, так как температура у модели будет выставлена старая. И для нормальной печати другим пластиком с другой температурой, вам необходимо открыть модель в Кура или другой программе, в которой вы работаете, и пересохранить модель в G-Code уже с правильной температурой. Подводя итог, хочу сказать, что 99% моих ошибок из-за спешки, желания как можно быстрее приступить к делу. Поэтому совет, если вы начинающий принтовод и желаете быстрее разобраться с нюансами печати на 3D принтере, не поленитесь, посмотрите несколько роликов, прежде чем начать печатать. Изначально я хотел записать несколько видео о 3D печати, но сейчас не вижу смысла, так как есть ролики Сергея Ирбиса, которые сделаны качественно и, что немаловажно, затягивающие, спать под них абсолютно не хочется. И все ролики я просмотрел за один присест, потратив на это всего несколько часов. Хочу сказать ему спасибо за его труды, так как мне его ролики очень помогли. На этом ролике о самом устройстве принтера я заканчиваю, но мы его еще увидим неоднократно в будущих роликах. Я распечатаю вот такой вот кораблик в более хорошем качестве, из другого пластика, и мы его разыграем в одном из следующих видео. Вот этот кораблик, я не вижу смысла его разыгрывать, так как он здесь с колами получился. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!